Добрый день, добрый день, дорогие прекрасные львы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп прогноз на весну 2024 года. Да, ребята, вы просили, я делаю. И, конечно же, посмотрим, как зайдет этот пилотный, я бы так сказала, выпуск. Как вы на это среагируете, нужно вам будет это или не нужно. Нужно каждый сезон по квартале для того, чтобы строить планы в долгосрочном. И все же начну. Эта весна, дорогие, я ее истинно считаю весна возможностей. И здесь, конечно же, я скажу так, что для вас, дорогие мои львы, не остается ни одного, я бы так сказала, шанса отсиживаться на скамейке запасных. Да, для вас эта весна будет сложной, но только потому, что вам придется выходить за рамки всего того, что вы себе сами позволили. То есть придется снять какие-то ограничения в своей голове, свои какие-то несостыковки, куда вы раньше боялись идти, зачем вы, почему боялись идти. То есть все эти моменты вам, конечно, придется, ну можно сказать этим попсовым словом, проработать или же понять, ну для того, чтобы пойти дальше. Да, у нас коридор затмений, ретро-меркурий, соединение больших высших планет, мощных по энергетике, по значениям и пробивным способностям. Здесь будет все этой весной. Я скажу так, что многие события и обстоятельства будут вас насильно выбивать из того состояния, в котором вы есть, и заставлять вас продвигаться, заставлять вас реализовываться. Да, и если март месяц будет для вас таким, я бы так сказала, разбегом, таким легким, вальяжным, то есть работа по вдохновению, работа с творчеством, то есть захотел, делаю, захотел, вот это вот запустил, захотелось, вот там я вот эти вот моменты какие-то вот делаю, какие-то отложил в долгий ящик, ничего же не случится и ладно, то с коридора затмения в прямом смысле начнутся как раз-таки те самые вопросики. То есть все, что будет происходить в коридор затмений, это будет сказываться на вас в прямом смысле. То есть для вас он не просто кармичный этот коридор затмений, у вас в прямом смысле возникнут вопросики, кто вы, про что вы, куда вы идете, почему вы не идете, что с вашей реализацией, в какое будущее вы идете, какую жизнь вы сами для себя строите и что вы построили на данный момент. Особенно если вы сейчас находитесь на пороге такого возраста, как там 18-20, да, 37-38-40 и возраст, конечно же, 56-59-60. Это такие вопросики, которые вы будете себе задавать, что дальше, что я хочу сделать, что я вообще хочу такого глобального сделать, да. И здесь, конечно же, способствует, способствует к развитию как раз-таки, ну, во-первых, ребят, наступил момент, когда Плутон перешел в знак Водолея, и в прямом смысле он будет вытягивать из зоны комфорта, вытаскивать, вытаскивать все противоположные знаки, да. То есть раков вытаскивал он, когда он был в Козероге, сейчас он будет вытаскивать всех львов. Поэтому, дорогие львы, я хочу сказать, что для вас будут обстоятельства, которые вы сначала не будете оценивать, вы будете говорить, что вообще происходит. То есть если вы очень кардинально и смотрите на жизнь такими словами, это невозможно, да, то есть это нереально, то жизнь вам будет все больше и больше показывать, что для тебя это будет реальностью, и тебе необходимо поработать, потрудиться, да. И здесь, конечно же, да, этот момент, пока Плутон сейчас находится в Водолее, а он будет до первой недели мая, до второго мая, и там разворачивается он еще плюс-минус три дня с каждой стороны от этой даты, и в итоге у нас первая неделя мая, Плутон останавливается, замедляется, разворачивается, то есть вот такой механизм, да. Здесь, конечно же, понимаем, что до этого момента обстоятельства будут способствовать тому, чтобы вы меняли свою жизнь, хотите вы этого, не хотите, я знаю, вы будете мне писать и говорить, Женя, все плохо, все начинает меняться, вообще не так, как я хотел, хотела, все не по плану, но это все сделано для того, чтобы вы себя проявили. И Коридор Затумения, конечно же, запустит все эти механизмы, вы начнете реально активно думать, бегать, соображать быстрее, стремиться в будущее, смотреть свое прошлое, перебирать в памяти свои отношения, какие они у вас были, потому что вопрос отношений, любовной сферы у вас возникнет однозначно, это такая для вас очень важная, да, сфера жизни, потому что я уже много раз говорила, ну, мне кажется, в каждом гороскопе льву я рассказываю, что любовные партнерские отношения для льва, это архиважная тема, потому что вы из любовных отношений черпаете страсть для жизни, да. Сейчас вы у меня спросите, лев по солнцу или лев по луне, или лев по асценденту. Ребят, неважно, если вы лев по асценденту, меня знаю, смотрят такие, Рафаэль, здравствуйте, спасибо за доверие, то вам, да, для того, чтобы проявляться в этом мире, у кого асцендент, вам необходимо быть такой страстной натурой, то есть у вас должны быть отношения такие классные, там, с супругой, с супругом, да, то есть, или если же вы еще не в браке, то у вас должны быть романтические отношения, когда у вас там и страсть, и доверие, когда вот у вас такое взаимодействие, вы интуитивно понимаете, да, то есть с помощью с одного взгляда, с одной ноты, да, то есть вы догадываетесь настроение партнера, и вас это заводит, у вас все хорошо, у вас классно, и вы таким образом проявляетесь в жизни, у вас есть энергия на все. Точно так же это относится и к солнцу львовскому, и если у вашей натальной карты луна во льве, тогда вы вот с такой позиции, яркой и страстной, переживаете все кризисы, и те моменты, которые бывают, получаются, не так, как вам хочется, вы такие, ну ладно, ничего страшного, будет еще момент, я с этим разберусь. Да, львовское солнце вообще считается самым сильным солнцем в зодиаке, поэтому, ребят, если у вас раскачана эта тема отношений, у вас вообще все классно, вы занимаетесь делом своей, потому что ваше дело в жизни, ваша работа, это ваше самое любимое хобби, вы от этого просто тащитесь, вам от этого хорошо, вы делаете то, что вам нравится, вы на этом зарабатываете много денег, и так, знаете, играючи, как ребенок. Поэтому, да, поэтому я говорю, живите по солнцу, живите именно по тем знакам, которые у вас попали те планеты или куспиды домов, там, ну, асцендент, или там, куспид денег у вас, куспид дома денег у вас в знаке льва, ну, значит, вам с такой позиции нужны деньги зарабатывать. И как раз-таки, за что в вашей натальной карте отвечает именно лев, солнце, именно вот эти моменты будут у вас проявляться в марте и в апреле, до тех пор, пока Плутон не развернется. А когда он развернется, и весь май он будет еще, май и июнь, он будет еще идти по знаку Водолея, но в обратном ретроградном движении, так вот, как раз-таки будут решаться вопросики над ошибками, но уже не в том ключе веселом и радостном, которых это будет в апреле и в марте. Поэтому, да, ребят, не упускайте этот момент и эту возможность, обязательно наводите порядок в своих отношениях. Как это делать? Ну, везде, я всегда говорю, во всем помогает честность. Скажите себе честно, без вранья. Нравится вам отношение, не нравится. Почему не нравится? Ну, признайте себе честно, что сами недоработали, да? Потому что, когда мы сами начинаем в отношения вкладываться, в работу вкладываться, в дело жизни вкладываться, мы вот понимаем, вот прям вот, я вот прям сделал, как хотел. И тогда отношения начинают, и все начинает, вот оно вот прям вот по-львовски сияет. активно, ярко, с фейерверками, с музыкой, да, я бы так сказала, с дифирамбами, здесь, ребята, точно такой же подход по жизни, то есть вас будут вытаскивать вот из привычного уклада жизни, в котором вы живете вот так активно с дифирамбами, то есть вам будут закатывать скандалы, истерики, на работе будут происходить ситуации, которые будут вам говорить, ну, работа как бы же, ну, не нравится, да, все равно же она тебе не нравилась, твоя работа, тогда давай уже уходи, другого поставим, все, воспринимайте, я вам хочу сказать, что воспринимайте эти моменты жизни как того, что если вас на работе попросят подвинуться или уйти, как к тому, что вам реально пора, реально пора заняться тем, что вам нужно, и скажите спасибо, что такие моменты есть, потому что люди не всегда на самом деле различают такие моменты в жизни, когда, ну, нас просят, там, закатывают нам истерики, потому что отдаленный человек не будет любимому человеку закатывать истерики, ему на него как минимум будет все равно. Поэтому здесь понимаете, что если вам закатывают истерики, значит вашему партнеру не все равно, значит он просто хочет, чтобы вы его поняли, но не знает, как это сказать. Ну вот так вот он себя проявляет в жизни, а вы переспросите, скажите, ну почему же так? Нормальный такой взрослый подход, у которого, к сожалению, очень мало кого хватает терпения на этот подход. Ну вот такой обычный и простой, когда ты спрашиваешь человека просто ртом, ну почему же ты кричишь, скажи мне, что тебе хочется на самом-то деле. И все, и человек начинает говорить, вы начинаете говорить по-взрослому, как нормальные люди, и все начинает устаканиваться. Поэтому да, дорогие львы, тема работы и отношений для вас будет очень важна, вас будут всячески выталкивать из состояния, и поэтому велика вероятность того, что в апреле вы найдете ту самую работу или же начнете то самое свое дело жизни, которое вы хотите найти, да, и здесь момент, который, я вот так скажу, вы сначала не оцените, вы будете злиться, вы будете упираться, вы будете говорить, почему так происходит. Во всяком случае, коридор затмения 8 апреля закончится для вас таким моментиком, я бы сказала, немножко сложноватым в осознании, но это тот самый момент, который необходимо понять. Если вы найдете в себе силы как раз-таки в коммуникации, в общении, не сидеть, не жалеть себя, не впадать в уныние, ни в коем случае нельзя этого делать этой весной, потому что очень много возможностей будет ходить вокруг вас, и работа, и личная жизнь. И здесь не убегайте, не убегайте из отношений, не бегите, не хлопайте дверью с работы, вот меня обидели, я вот решила обидеться. Ребята, не надо так, время так быстро ускорилось, время настолько быстро стало течь, и у нас настолько мало остается времени для принятия решений, поэтому не загоняйте себя в какие-то рамки, не загоняйте себя в угол сами, дайте себе разбег для почвы, ну, как бы для полета, и цените свое время, цените свои действия, свою работу, свои начинания, свой опыт, который у вас уже был. Я вообще советую вам в этой весной собрать весь свой опыт, который накопился за всю жизнь, потому что я уверена, опыта у вас очень много, соберите весь свой опыт, прям сядьте и выпишите, не обязательно никуда ходить, там, я не знаю, записываться к психологу, чтобы в этом разобраться, нет. Берете листочка 4 и начинайте писать, что я умею, вот. На одной стороне пишите, что я умею, выписывайте просто. На другой странице пишите, что я хочу делать, вот даже если у меня не будут за это платить, что я обожаю делать, от этого просто тащусь. И представляете, я уверена, что то, что вы напишите в списке, что вы любите делать, просто вот даже за бесплатного от этого кайфуете, представляете, вот эти навыки, таланты людям очень сильно нужны, они готовы за это платить хорошие деньги. Поэтому, мои дорогие, любимые, вы начните себя ценить. Эта весна создана специально для вас, для того, чтобы вы начали себя ценить, начали себя проявлять, начали делать свою работу. Если вы делаете, она вам нравится, бывает такое, что человек работает на одном месте, и он просто, ну, перестает как-то, проходит вот эта вот страсть, проходит какая-то вот эта вот новизна, и хочется постоянно подпитки вот этой энергии, сделайте реструктуризацию своей работы, и сделайте работу над ошибками своей же деятельности. Посмотрите, что бы вы начали делать по-другому, начните делать что-то по-другому, внедрять нечто новое. Не знаю, найдите новых поставщиков, клиентов, тому подобное. Ребята, разбега для творчества, для того, чтобы реализовать себя, на самом-то деле очень много. И я за Львов, ну, истинно, реально рада, потому что не всем дается вот такой шанс, так в легкости что-то и интересно сделать, но у вас есть. Если же вы, если же вы до 20 апреля не начнете вот этот вот свой путь, то те события, которые будут происходить, сильные, мощные, давящие 20 апреля, плюс-минус два дня в ту или другую сторону, здесь понимаете, что специально будут происходить вот эти вот интересные события. Плюс-минус с 20 по 25, если вот так точными быть, да, если вот прям четко, да. То есть конец апреля прям заставит вас очень мощно кого-то поменять работу, кого-то поменять отношения, либо же в отношениях настанет такой кризис, что вам придется выгребать в тройной силе, и вот проделать всю ту же самую работу, которую я только что описала, да. Начать жить по-взрослому, это нормально, ребят. Все, кому не наплевать свою жизнь, все начинают разбираться в ней вот так тщательно, понимать, с чувством, с расстановкой, с любовью, и понимать, что так, мне же это изначально не нравится, так надо делать так, чтобы мне нравилось. Потому что если льву что-то не нравится, это все. Это несчастная семья, это несчастная любовь, это несчастливые дети, потому что у льва все должно быть безукоризненно. Поэтому, дорогие львы, сделайте так, чтобы вы были счастливы, потому что ваше несчастье, ваше окружение близким не делает. Любите свое окружение и любите себя. Вот, не просто бездумно любите, а делайте. Итак, конец апреля явно заставит вас выйти из зоны комфорта на максималках. Те, кто, конечно же, пройдет весь этот путь в коридор затмений в начале апреля, тогда я скажу, что здесь будет, конечно же, максимальная прибыль, максимально необходимо будет в работе подняться, усложниться, подняться на тот уровень выше, получить ту самую власть, которую вы хотите, выражается она в деньгах. Ну, согласно вашей натальной карте, потому что натальная карта у всех, ну, реально, ребят, разная. Даже близнецы рождаются с разницей в 5 минут, но уже время перескочило, куспи до домов перепрыгнули, и все, и люди реально по-разному зарабатывают на жизнь, людям реально нравятся разные женщины, реально, да. Луна за 5 минут переходит с одного знака в другой, и это нормально. Солнце у меня в практике много раз переходило за 5 минут с одного знака в другую, и здесь, ну, реально такой момент, поэтому понимаете, что нет двух одинаковых натальных карт, вот их не существует, я в своей практике не видела, поэтому принимайте этот момент и знайте, что либо вы поднимаетесь в конце апреля на новый уровень, но для того, чтобы в конце апреля подняться на уровень выше, нужно вот в марте, в апреле вот эту работу проделать, которую мы все не любим. Такое понятное дело, кто любит вот это все делать? Никто, ребят, но жизнь обстоятельства заставляет. И вас, дорогие львы, обязательно вот необходимо, уже ждать некуда, потому что год максимального активного проявления вас, и, ну, нельзя вот это вот время упустить, то тогда, тогда, если же вы поднимаетесь на уровень, тогда вас ждет просто потрясающе, финансовый, безукоризненный, с деньгами, с тем самым, я бы сказала, уровнем невероятным, осознанием, пониманием, что вы к чему пришли, чего вы достигли, во что вы вкладывались, оно получилось, что вы вот такой специалист по жизни, что у вас в жизни все хорошо, и, наконец-то, вы приходите к той самой стабильности, которую вы хотели, конечно же, я не скажу, что это будет вот так прям легко, ощущение, что вам это на блюдечке дали, но вы придете с полным пониманием и благодарностью к тому, что, боженьки, какой я молодец, какая я молодец, я так постаралась, и уже не будет вот этих вот там вот понтов, вот этого вот всего, нет, оно придет с такой вот благодарностью, уверенностью, я на свою месть, я это сделал, я это заслужил, я молодец, и теперь я хочу только так и больше, и тогда вы начнете усложняться, тогда и июль, и июль, и дальше, и события этого года в ноябре не выбьют вас из колеи, то есть вы будете проходить все сложности этого года достойно, и уже не опуститесь ниже, но при этом вам необходимо, еще раз говорю, в голове уяснить вот эти моменты, которые сложны, на самом-то деле, сложны, потому что, ну, просто вот лень и страшно в них разбираться, это же нужно вот в себе такую работу проделать, да, записываться к психологу долго, это же каждый раз нужно копать, и нужно просто сесть и честно себе признаться, честно задать себе вопросы, кто я, за что я, чего я хочу, почему у меня этого нет, базовые, базовые особенно вопросы, но мы, как правило, в гонке, за какими-то эфемерными, распиаренными вещами, бежим, и не замечаем порой свою жизнь, что мы все растем, стареем, взрослеем, время уходит, и силы энергии, для того, чтобы реализовать себя и свои желания, все меньше и меньше, или сил приходится прикладывать, все больше и больше с возрастом, поэтому, вот так скажу, что эта весна, если подытожить, то эта весна, она как раз-таки даст тот самый объем энергии, для того, чтобы со всем этим разобраться, понять все свои моменты, в которых раньше не хотели разбираться, понять все финансовые проблемы, почему они случаются, почему хочется в отношениях постоянно что-то поменять, или поменять партнера, особенно когда уходит страсть, здесь понимаете, ребят, что когда уходит страсть, или взаимопонимание, просто необходимо это поджигать, как огонь, постоянно вот этот вот костер любви и романтики, его необходимо поддерживать, и взаимопонимание, это тот же большой костер пылающий, который необходимо, о котором необходимо заботиться, поэтому вот так, ребят, рассказала философски, я надеюсь, понятно, я надеюсь, вы расставите у себя в голове перспективы, потому что сказать, что в этой весной как-то вы сложно переживете коридор затмений, нет, сказать, что у вас ретроградный Меркурий сделает вам натворить дело, боже мой, очень все будет плохо, ну нет, ну будут кризисы, кризисы, да, будут, и здесь дело не в ретроградном Меркурии, а из-за того, что вообще все так любят валить на ретроградный Меркурий, ребят, ретроградный Меркурий отвечает за коммуникацию, которая есть у каждого человека, но эту коммуникацию можно восстановить путем разговора, да, разговаривать просто нужно чуточку больше, чуть-чуть активнее, и необходимо прикладывать больше усилий, да это тратится терпение и наша злость, поэтому, да, мои дорогие, вот так оно бывает, но необходимо немножко постараться, для того, чтобы май случился таким, как вы его давно ждете. Дорогие мои любимые львы, вот такой для вас будет весна возможностей, не упускайте этот момент, он очень важен, потому что другого такого яркого, активного и мощного, энергетически именно заряженного момента в этом году не будет. Лето будет очень такое ленивое, сложное, неоднозначное, энергия будет разрозненная, осень будет архи-сложная, в декабре мы уже будем ждать следующий год, но там тоже ничего простого, кармические узлы меняют знак, совно-весовно-рыбы-девы, и там придут такие очень глубокие, сложные осознания, либо великая депрессия, поэтому, ребят, действуйте сейчас, я желаю вам действовать, я желаю вам развиваться, потому что чем больше счастливых и радостных людей будет вокруг нас, тем счастливее и радостнее будем жить мы, наша семья, наши близкие, мы будем в принципе всем вот этим большим зелененьким шариком развиваться и идти только вверх по цепочке эволюции. Дорогие мои любимые львы, спасибо, что были здесь, спасибо, что были до конца, я надеюсь, что вы были до конца, если у вас остались вопросы, оставляйтесь в комментариях под этим видео, обязательно, дата, время, место вашего рождения и вопрос, который вы хотите у меня спросить в рамках вот этого видео на весну 2024 года. Если же ваш вопрос конфиденциальный, выходите очень быстро, вам нужно прям счастье, срочно в описании канала, ссылочка, записывайтесь на консультацию, разберемся в режиме свободного времени, когда будет свободное окошко в марте, поэтому, ребят, спасибо большое. По классике в конце актуальной ролики смотрите, делайте правильные выводы, стройте свою жизнь и ни в коем случае не сидите, не ждите, пока эта весна закончится. Ребят, увидимся с вами в следующем ролике и спасибо всем за доверие. Пока-пока!